Мир всем! Мир вам! С воскресеньем Христовым! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Аминь Дима Торзок 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 его отец говорит это не уничтожая самопроизволение но показывая что имеющие веровать нуждается во многом иначе отец привлекает тех которые имеют способность по их произволению а тех которые сами себя сделали неспособными не привлекает ибо как магнит привлекает не все чему приближает а одно то железо так и бог ко всем приближается но привлекает только тех которые способны и обнаруживают некоторое сродство с ним отец привлекает и приводит к сыну а сын воскрешает и оживляет дарое дыхание в добрее жизнь и так верующим благодетельствует вся святая троица а не в частности один только отец или один только сын но как естество одно так и действие благотворения одно отец приводит сын оживляет дух святый для оживляемых служит дыханием ибо всякий живой имеет и дыхание смотри какая власть сына я говорит воскрешу не сказал отец мой воскресит но я ибо не всегда говорит о себе уничиженно а иногда открывает и высоту своего божества кого вопросы по прочитанному задавайте идем дальше евангелие от ана 6 глава 45 47 стихи у пророков написано и будут все научены богом ибо всякий слышавший от отца и научившийся приходит ко мне про кресла 54 13 это не то чтобы кто видел отца кроме того кто есть от бога он видел отца истинно истинно говорю вам верующий в меня имеет жизнь вечную толкование у пророков говорит написано и будут все научены богом рок и сайя 54 13 все разумеется желающий отец есть общий учитель через откровения достойным дающий знать знать о своем сыне ибо касаясь сердец простых и незлобивых открывает им сына подобно как и петру открыл его фея 16 17 итак слышащий от отца то есть принимающий откровения отца и делающийся истинным его учеником приходит ко мне ибо недостаточно слышать надо бы на еще оставаться и учиться тогда учились познанию о боге через людей а ныне когда воплотился единородный познание бывает от самого отца во святом духе так что исполняется пороческое слово во свете тебя отца то есть в духе узрим свет который есть сын столом 35 10 подлинно все мы которые приняли веру во света научены ныне богом комментарии гнатия лапкина на слова феофилакта недостаточно слышать надобно еще оставаться и учиться с чего же начинать сегодня батюшкам если они поняли всю трагичность положения в православной церкви в первую очередь они должны согласиться что не имеют духовного рождения и должны родиться свыше то есть от бога через слово его и к этому же рождению приводить свою пасту кого-то слово божие коснется эта душа останется и с ней придется заниматься конкретно проходя новый завет главу за главой по толкованию и как бы не соблазнительно было пойти обычной потаренной дорогой акафистов пения контактов но все же следует признаться что жизнь дает только слово божие недостаточно слышать надобно еще оставаться и учиться повторяется по вашей свете если пастырь не рожден духовно этой общине ничто не поможет может быть будет трудиться на духовной ниве кто-то из мирян но как правило священник сторонним наблюдателем и остается он сразу же начинает преследовать гнать любителей слова божия наклеивая и бороться с таким пастырем не нужно за него следует молиться приглашать на свои занятия если же он ничего не осознает бог может просто его убрать недостаточно слышать надо еще оставаться и учиться сегодня люди боятся слова раскол а его бояться не нужно иногда отделение даже раскол бывает полезным книга деяния 19 9 но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь господен перед народом то он оставив их отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана главное чтобы с исследователями слова божия был страх божий и связь с епископом который не является отступником ибо недостаточно слышать надо но еще оставаться и учиться вопросы по предыдущему стиху можно вопрос вопрос такой как определить вот эту грань между тем чтобы не метать бисер перед свиньями и тем что господь сам приводит человека к вере как эту грань определить иногда человеку скажешь и получается что ты бисер по металлу и может быть лучше вообще нам с нашими ну вот мне например своим мудрованием никому не лезть ожидая того что господь приведет сам в нужное время такой вопрос интересная сегодня я такой вопрос задавал на занятиях мигдайтиховича мигдайтиховича повторитесь пожалуйста а что тут повторять то просто не в то место человек к нам зашел надо идти к старообрядцам у них просто лежала до нас тысячи лет и пусть дальше лежит а то что вера от слышания римлянам 1017 а слышание от слова божия не от того что максим исповедник или судить сказали про еретиков этого внимания никак не берут определенные четко если ты не знаешь на сердце не положено скажи ему и слово божие а он не принимает может быть еретик четко указано после первого второго вразумления отвращайся не больше двух раз а почему знаю что таковы и будущее самоосужден он вынес себе приговор самоубийца отойди от него останавливаться на том что вы как бы не погрешить я делаю такое сравнение приходилось видеть больших зоопарках там бетонный как сделано подиум такой и там ходят и львы или медведи а посредине выступ такой посередине прямо высоко тоже бетонный для чего он сделал непонятно а звери тут ходят им пищу туда спускает а подняться они не могут пошли бетонная стенка чистая я горют вообразите что вот на этом надолбе то есть круглый такой как вот усеченный конус кверху и там ну метра три или четыре высоты он стоит и там оказался каким-то образом бросили вашего сына туда он умирает от голода но ему можно бросать хлеб и ты будешь бросать пока его не поймает от этого зависит освобождение будет только завтра а упадет вниз упадет звери сидят вот это и есть то самое сравнение а ты не знаешь опыт если сидишь не знаешь и не будешь знать раза два где попадешься не так в переплет возьмут и ты будешь думать начнешь молиться молитвы нет ничего и нету вот сегодня ходят вот вы тут наши тут рассуждали артриум там там санкт-петербурге сектанты там приходят от них а куда к причастию идут к свидетелям сторожевой башни говорить о причастии это вообще люди сами не верующие бритые какие были остаются женщины бесплатков но главное прийти в храм исповедаться причаститься так нигде не написано мы даже христа признать как своего заместителя который занял наше место место занял на самом позорном древе кресте моё место там а он не примет помолись снова а где образец молитвы солом 118 164 стих запишите себе но один стих выполнить один стих семикратно в день прославляю тебя тебя с большой буквы за суды правды твоей семикратно в день вот теперь и подумать даже ночные молитвы сюда не попадают златоуз говорит что будучи царем имеем множество забот он находил время 7 раз стать на молитву а что означает один раз нигде не написано у нас принято так считать три святое царю небесный да очень наш и 100 поклонов а 100 поклонов это означает вот святая лесовка святая лестница на небо и туда молитву всем святым и кроме того вложи свои молитвы вот попробуй выдержать один раз хотя бы один день утренний вечерний молитвы счет не идут и тогда ты увидишь годен куда или нет молитвы нет ничего и нету голову не набьешь этим это все вываливаться будет а бог покажет надо говорить или не надо вот где начинается миссионерская работа никаких отделов не может быть миссионерская работа это не труд от того что ты научился перечислять места библии это труд духа святого он руководить тобою сегодня вообще не понимает этого совершенно не знают и поэтому обходят море и сушу и делает сыном гиены вдвое худшим самого себя злобные невыносимые нетерпимые это сейчас какие вот из семинария они там вы выходят где они безжалостные мне приходилось беседовать присутствие епископа по у него видимо лучшие его семинаристы висит фотографии висит я горит а ваш волчатник епископу говорю как они ведут себя вы хоть раз один посмотрели бы безжалостное свирепое хамьё вот ответ начните свидетельствовать по слову божию в кротости и смирении и бог покажет в толпе именно к нему подойти а как ты знаешь никак не знаю вот пригласили а он пришел один священник и и вдруг подходит к одному офицеру молодому и говорит а у меня нужда поговорить с вами он говорит ну говори батюшка он ему поговорил рассказал о христе ты уверуй дело в том что тебе осталось жить говорит три дня а он офицер в отличной форме и бог положил на сердце а что это за батюшка ян кронштадтский а сколько священников было хоть тысячу они ничего не могли знать молодой красивый офицер он его сразу высчитал как дух святой лучше направил на него а этого никто не видел вот ваш а вам ответ начинайте работать с молитвы молитвы нет ничего не будет молитва один день промолитесь 7 раз вот как я говорю вот это один раз помолиться это занимает не больше семи минут это всего ничего ну 7 раз 70 даже одного часа нету земные поклоны молодой у тебя будет допустим 10 минут ничего и притом молиться благодарить за суды 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 за болезни за нападение за майдан за революцию за убийство суды божие невероятно один стих и вся жизнь станет по другую сторону отошел благодарю аллилуйя евангелие то на 6 глава 45-47 стихи пророков написано и будут все научены богом всякий слышавший от отца и научившийся приходит ко мне исайя 54 13 это не то чтобы кто видел отца кроме того то есть от бога он видел отца истинно истинно говорю вам так это я евангелие то на 6 глава 45-51 их я есм хлеб жизни отцы ваши ели ману в пустыне и умерли хлеб же сходящий с небес таков что идущий его не умрет я есм хлеб живы и сшедший с небес едущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя которую я отдам за жизнь мира толкование я говорит есть хлеб жизни аевшие манну умерли не просто прибавил слову пустыне но с целью показать что манны ненадолго стала отцом пустыне только а в землю обетованно она не вошла с ним все же хлеб не таков но пребывает вовек так что они если захотят получат благо гораздо больше чем отцы заметь что хлеб вкушаемый нами в таинстве не есть образ тела господня но есть самая плоть господа ибо не сказал он что хлеб который я дам есть образ плоти моей но есть плоть моя ибо хлеб сей неизвеченными словами через таинственное благословение и наитель святого духа притворяется плоть господа никто не страшится веровать что хлеб становится плотью ибо когда господь ходил во плоти и принимал пищу из хлеба хлеб сей вкушаемый применялся его тело и уподоблялся святой его плоти и по обычаю естества человеческого служил возрастанию и укреплению и ныне хлеб сей применяется плоть господа так как же скажут нам является не плоть а хлеб это для того чтобы у нас не было отвращение к ясну ибо если бы нам показалось показывалась плоть мы неприятно располагались бы к причастию а теперь когда господь снисходит нашей слабости таинственная пища нам является такую какая у нас бывает обыкновенно он отдал плоть свою на смерть за жизнь мира ибо смертью своей разрушил смерть разумей пожалуй по жизни у мира и воскресением ибо смерть господа произвела всеобщее воскресение для всего рода человеческого может быть жизнью мира он именует и жизнь святости и блаженстве вопрос продолжаем евангелие то она 6 глава 52 55 и тогда иудеи стали спорить между собой говоря крайне как он может дать нам есть плоть свою иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его последний день ибо плоть моя истинно есть пища и кровь моя истинно есть питье толкование иудеи услышав о вкушении плоти господней не верят поэтому и произносят слова неверия как ибо когда входят в душу помыслы неверия тогда сопривходит и слово как посему когда мы слышим что не вкушая плоти сына не можем иметь жизни мы должны иметь несомненную веру при принятии божественных тайн а не спрашивать как ибо душевный человек то есть следующий помыслом человеческим душевным или естественным не принимает сверхъестественного и духовного 1 крифином 2 4 так и духовной пищи плоти господней он не разумеет между тем не причащающиеся он и не будут иметь участие в жизни вечной как не принявшие иисуса который есть истинная жизнь ибо вкушаемая есть вот не просто человека но бога и могущая боготворить как соединенная с божеством она есть истина пища так как удовлетворяет не на малое время не портится как приходящая пища но способствует к вечной жизни подобным образом и питье крови господней есть истинное питье потому что утоляет жажду не на время но пьющего охраняет от жажды и нужды навсегда как и самарянке говорил господь пьющий воду которую я дам не будет жаждать Иоанна 4 14 ибо кто через причащение божественных тайн получит благодать святого духа тот не прибудет подобно неверующим ощущать ни голода разумного ни жажды вопрос а голода имеется ввиду телесного хотел поделиться говори брат а голода имеется ввиду телесного и жажды тоже телесный или здесь духовный смысл дайте так еще раз задайте вопрос вот тут последнее предложение что не будет подобными верующие ощущать ни голода разумного ни жажды это духовное жажда имеется ввиду конечно не телесные же да правильно конечно конечно духовное прошу прощения у меня в окно увидал воробьи прилетели тут голубя а я их не кормил сегодня побежал скорее накормил вопрос был какой то да уже ответили да уже ответили да уже ответили все благодарю хотел поделиться причастие две недели назад было я только отошел от причастия тут же слова апостола павла недостойно причащающиеся немало болеет и умирают и слег буквально через три дня и болел неделю вот просто поделиться хотел бывает слава богу за все слова исполнились апостолом так еще вопрос есть и он дальше евангелие от ана 6 глава 56 58 стихи едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем как послал меня живой отец и я живу отцом так и едущий меня жить будет мною сей то есть хлеб и я живу отцом сшедший с небес не так как отцы ваши ели манну и умерли едущий хлеб сей жить будет вовек толкование здесь мы научаемся таинству причащения едущий и пьющий плоти кровь господа пребывает в самом господи и господь в нем странное странное и непостижимое бывает соединение так что бог пребывает в нас а мы в боге не страшное слышишь ты учение мы вкушаем не мы вкушаем не самого бога ибо он не осязаем и бестелесен и необъятен ни для глаз ни для зубов не опять вкушаем плоть простого человека ибо она не может принести никакой пользы но как бог изреченным смешением соединил сам с собой плоть ну и плоть животворит не потому будто переменилось естество божие нет но по подобию раскаленного железа которое остается и остается железом и обнаруживает силу огня так и плоть господня пребывая плотью животворит как плоть бога слова как я говорит живу отцом то есть потому что родился от отца который есть жизнь так и идущий меня жить будет мною соединившись и как бы притворившись в меня могущего животворить когда же слышишь что я живу не думай что он живет по причастию жизни иначе богом называлась бы животное но нет ибо ни животное не называется богом ни сотворенное жизнью часто повторяют слова отцы ваши ели манну в пустыне для того чтобы убедить слушателей что если можно было питаться людям без жатвы и сеяния в течение сорока лет и жизнь их поддерживалась тем более ныне господь подкрепит нашу неразумную жизнь лучшим хлебом вот ее своею образовавшиеся из земли девы без сияния без сеяния мужа везде упоминает о жизни и часто приводит это имя потому что ничто так неприятно людям как жизнь вопросы подкрепит нашу разумную жизнь Сергей Павлович говорил неразумную оговорился простите а вот у меня еще вопрос а вот получается крещение недостаточно чтобы иметь жизнь вечную получается здесь в этом стихе описано что кто ест плоть мою и кровь мою пьет тут имеет жизнь вечную получается как бы после крещения дополнение это причастие к жизни вечной правильно я понял или здесь как-то по-другому нужно понимать это еще раз задайте вопрос где-то где-то в писании написано что кто не крещен будет тот не будет иметь жизнь вечной а здесь еще как бы дополнительно кто не ест плоти моей и крови моей не пьет тот тоже как бы не будет жить как бы вечно и как бы это получается дополнительно такое условие для жизни вечной получается крещение недостаточно для наследования царства божия так сказать да тихонеч отвечайте у тебя микрофон далеко сергей плохо слышно плохо слышно микрофон у тебя далеко сергей крещение рождение ребенок который родится для него достаточно этого что он родился нет ему нужно питаться чтобы у него было кровообращение тут никто не спрашивает и так понятно молоко матери о молоке апостол павел говорит в основу нужно питать молоком вы неспособны твердую пищу и дальше говорит о крещении ях мы сегодня говорили три крещения есть не одно это иоанна крещение он крестил в покаянии приводил ко христу второе во имя отца и сына святого духа и третье крещение духом святым не будет иметь в себе жизни жизни раз образно сказать христова кровь как кровь донора у человека который ослабел истощился ничего нет о прощении там ничего не сказано написано что если не будет есть плоти сына человек скопить крови его не будет иметь жизни жизни это вот сектанты они они очень легкомысленные я спасен это обольщение стопроцентное Павел не считал не спасен я не достигну ли я как достиг меня Христос многие потерпели кораблекрушение в вере не без вере многие стали враги как креста Христова вот учение это Христово у сектантов начиная с самых близких к православию баптистов все основано там а ты спасен ты спасен нигде никто не задает так вопрос путь спасения знаешь а спасение будет продолжаться всю жизнь мы спасены в надежде они не любят эти слова я говорю в надежде нет я спасен что бы ни творил восемьдесят восьмой псалом считает и ты отступишь я нахожу но все равно будешь со мною это сказано к Израилю что бы ни делал Израиль проходит тысячелетие он снова их собирает и это Божий план это не касается каждого отдельного человека крещения достаточно если бы ты умер вот только из воды вышел и умер все ты спасен если все было по совести по вере но не умер и уже на завтра мы снова пыль на себя насобирали а какая разница что я исповедуюсь и учитель говорит ученику вот видишь это дорога у нас ну да ну около дороги в траву поставь два сосуда один все время будешь мыть через час бегая полосни его про три опять ставь ну а через три дня примерно ну неси оба сосуда разница есть большая там на вершок пыль а здесь чуть-чуть вот это наше исповедь и причастие все отошел вам паси Христос слава Иисусу еще вопросы в Англии Таана 6 глава 59 152 стихи и я говорил он в синагоге в чатках на уме многие из учеников его слыша то говорили какие странные слова кто может это слушать но Иисус зная сам себе что ученики его ропщут на то что сказал им это ли соблазняет вас что ж если увидите сына человеческого восходящего туда где был прежде толкование для чего он учил в синагоге частью для того чтобы привлечь больше людей больше людей частью для того чтобы показать что он не противник закону читаемому в синагогах почему же он произносил перед народом такие речи когда знал что никто не получит от них пользы а многие даже соблазнятся ибо ученики его услышав их говорили слова сии странные кто может слушать это какая же польза от сих слов очень большая и важная они постоянно упоминали о телесной пище и выставляли на вид ману показывая им что все это было образами и тенью а что он ныне говорит то истинно говорит сие упоминает о духовной пище для того чтобы убедить их сколько-нибудь отклониться от чувственного и оставить образы и тень и устремиться к истине но они не будучи в силах понять ничего сверхъестественного не улучшаются а даже отвращаются и говорят слова сии странные то есть суровые неудобо приемлемы ибо кто будет будучи плотян может принять духовную пищу хлеб сходящий с небес лодь вкушаем когда даже слышишь что ученики отстали не понимая этого об истинных учениках но о тех которые следовали за ним в ряду учеников и одним только видом показывали будто учатся от него ибо и между учениками были некоторые по сравнению с народом назывались учениками его потому что проводили при нем времени более чем народ но сравнение с истинными учениками его не стоили ничего так как верили ему на время и так сказать от холодной горячность смотри какое неразумие нужно было бы нужно бы спросить и узнать чего не знают они отступают и ничего не понимают в духовном смысле но все по внешности слыша о плоти они думали что он принуждает их сделаться платаяцами и кровопийцами но мы понимающие это в духовном смысле не только не платаяц а даже освещаемся такую пищу желая показать им что от него как бога немало не укрываются сердечные хомысты говорит это ли соблазняет вас что ж если увидите меня по виду сына человеческого восходящим на небо где я был прежде как бог ибо один и тот же восходит как человек туда где был прежде как бог сказал сие для того чтобы отвлечь их от мнения о нем как о сыне иосифов ибо кто поверил что он прежде был на небе тот без сомнения поверит что он и сын не иосифов а божий и наконец поверит и речам его слыша что сын человеческий был прежде на небе не подумай что тело не зашлось небо так пустословит сереначальники маркел и аполинарий но как один и тот же был и бог слова то как мы сказали говорится что он восходит как человек туда где был прежде как бог вопросы нет вопросов идем дальше евангелие от аана шестая глава шестьдесят третий шестьдесят четвертый стихи дух животворит плоть не пользует немало слова которые говорю я вам суть дух и жизнь но есть из вас некоторые неверующие ибо иисус от начала знал кто неверующие и кто предаст его толкование они они понимали словаali по поплоцком ее соблазнялись соблю он говорит что духовное только понимание слов만 их полезно а плодíус тоесть плодское понимание их несколько не полезно а бывает о самом соблазни так они соблазнялись понимая слова крестовы плодски здесь совкупляет что слова которые говорю я суть дух то есть духовный Их жизнь, и не имеют ничего плотского, а доставляют жизнь вечную. Вопрос. Продолжим. Евангелие от Анны, 6 глава, 65-67 стихи. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал, 12-й, не хотите ли и вы отойти? Толкование. Часто мы говорили, что когда слышишь, что Отец дает веру в Сына, не подумай, что одним Отец благотворит, а другим нет по жеребию. Ибо это свойственно неправедному. Но так понимаешь, что Отец благодетельствует и дает дары веры тем, у которых есть произволение. Ибо не имеющий произволение не получит пользы и от помощи Божией. Объяснюсь. Бог дает всем свои дары. Одни принимают и хорошо употребляют данное и, сохраняя оное, показывают дар Божий. А другие принимают, но теряют данное и, оказывается, ничего не получившими. Итак, когда Евангелист говорит, что кому не будет дано от Отца, тот не может прийти к Сыну, то слова Его значат, что приходит к Сыну тот, кому дает Отец и кто сохранит, поданный Ему от Бога даром. Многие из учеников отошли назад, то есть, отделившись от Него, не пошли к лучшему, но возвратились назад, то есть, не верю. Ибо поистине, кто отделяется от Христа, отходит назад, а кто, подобно Павлу, прилепляется к Господу, 1 Коринфянам 6.17, тот постоянно простирается вперед, филиппийцам 3.13. Он же, показывая, что не нуждается ни в ком и ни в служении или попечении от них, говорит им, не хотите ли и вы отойти? Почему, напротив, он не похвалил 12 учеников за то, что они не отошли вместе с прочими? С одной стороны, чтобы сохранить достоинство учителя, а с другой, показать и им, что таким образом можно еще более привлечь. Ибо если бы он похвалил, то они, быть может, испытали бы нечто человеческое и возгордились, думая, что своим последованием за ним одолжают его. А показывая, что не нуждается в их следовании за ним, он более мог удержать их, как более благодетельствуемых, чем благодетельствующих и получающих благодать, а не дающих. Примечай, как благоразумно он выразился, не сказал, отойдите, ибо это значило бы отталкивать, но спрашивает, не хотите ли отойти? Таким образом предоставляет полную свободу следовать или нет, показывая, что он хочет, чтобы следовали за ним. Не из стыда пред ним, но по сознанию, что за последование получат благодать. Вопросы? Продолжим. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 по 71 стихи. Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я? Но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуте Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Петр, имея нежную любовь к нему и к братьям, отвечает за весь лик апостолов. Он не сказал, Господи, к кому я пойду? И я познал и уверовал, но к кому пойдем? И прочее, говорит, что Господь имеет глаголы вечной жизни, потому что слышал, как он говорил, верующего в меня я воскрешу, и он будет иметь жизнь вечную. Ибо они уже приняли истину, воскресение и все учение. Посему причиной соблазна были не слова Христовы, но невнимательность, нерадение и неблагодарность слушателей. Ибо и сии двенадцать слышали тоже, и однако же не соблазнились, но пребыли верны. Что же Христос, одобряет ли Петра, как это сделал он при другом случае, Матфея 16-17? Никак нет, но для того, чтобы не показаться льстящим за то, что он пребыл с ним. Что же говорит он Петру? Я избрал вас двенадцать, однако же не все вы достойны сего избрания, но один из вас. Дьявол. Это можно понимать двояко. Или потому, дьявол, что и теперь все мое извращает и ничего из оного не принимает. Или потому, что оклевещет меня. И не обнаружил его и не оставил совершенно неизвестным. Первое сделал для того, чтобы он, потеряв стыд, не сделался упорнее. Другое, чтобы он не без страха совершал отважный поступок и не думал, что он скроется. От силы мы научаемся и тому, что Бог не делает добрыми принужденно и насильственно. И что избрание Божие не стесняет нашего произвола. И когда он зол, не принуждает сделаться добрым. А избрание Божие состоит в том, что Бог предрасполагает нас к добру и дарует нам свою благодать. Спасти же и поступить достойно избрания, или наоборот, это зависит от нашей мысли и воли. Пусть не заблуждаются манихеи. Мы злые не от природы. Всем случае в нас постоянно действовало бы злоба. Но вот Иуда не всегда был зол, а был некогда и свят. Значит, зло и рождается, и растет от произвола. Вопрос. Продолжаем. Глава седьмая. Евангелие от Иоанна. С первого по пятой стихи. После всего Иисус ходил по Галилеи, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей, когда братья Его сказали Ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья Его не веровали в Него». Толкование. Иисус удаляется от убийц иудеев не потому, будто боится смерти, ибо Ему можно было и посреди их ходить, и не потерпеть ничего. Но потому, что если бы Он всегда так поступал, то не поверили бы, что Он был человек, но почли бы за призрак. Посему теперь Он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет, что Он человек и поражает всех, которые говорят, что Он воплотился в призрачных, как то Манеса, Маркиона, Василида и подобное. В других же случаях, когда Он находится среди убийц, злоумышляющих на Него и остается невредимым, Он показывает, что Он Бог и постыжает Павла Самосадского и всех уверяет, что Он был не просто человек, но и Бог. Теперь Он уходит в Галилею. Так как не наступило еще время страдать, то напрасно и излишне было обращаться Ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы. Было, говорит, поставление кущей. О праздниках, совершаемых иудеями, нужно заметить следующее. Их было три. Один праздник Пасхи, который они совершали в память выхода из Египта, и он у них был первый, главный. Другой праздник Пятидесятница, который они совершали в память избавления от бедствий в пустыне и вступления в землю обитованную. Тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов, почему и в праздник сей приносили колоссия как начатки. Третий праздник – поставление кущей, который они совершали в благодарность за собрание плодов в аренскому счету в сентябре месяце. Тогда они благодарили Господа за то, что собрали все плоды, почему и устроили скини или платки и веселились, как бы живя на поле. Некоторые говорят, что и некоторые псалмы Давидовые, 80-е и 83-е, имеющие надпись о точилях, составленные Давидом именно на сей праздник. Тогда они наполняли свои виноградные пески, собирая виноград и благодаря за он и употребляли эти псалмы и другие, служащие выражением благодарности, например, псалом 8-й. «Ибо и в нем пророк упоминает о благах, дарованных человеку Богом. Праздники сии имели и другое значение. Пасха означала наш переход от неверия к вере. Пятидесятница – вступление в церковь, как бы в иную землю обитованную, в которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь в божественную тайну. Мы не тотчас вкушаем хлеба, как уверуем и перейдем от неверия, но должны прежде креститься и удостоиться стояния в церкви вместе с крещенными, и тогда уже причащаться, причаститься хлеба». Поставление кущей означало воскресенье, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши тела, разрушенные смертью, снова восстан. «Братья его, как бы так говорят, мы не в добрую сторону понимаем поведение твое, ибо если ты творишь такие дела, как добрые, то яви себя, если же ты скрываешься, очевидно скрываешься, потому что делаешь худое». До чего евангелист из пятимесячной деятельности ни о чем другом не рассказывал, кроме чуда над хлебами и беседы Господа к насыщенным, но неблагодарным. И, опустив, проще сказал, приближался праздник иудейский поставления кущей. А что он умолчал о делах, совершенных в течение пяти месяцев, видно из следующего. Когда Иисус совершил чудо над хлебами, тогда была Пасха, которая совершалась в месяце, называемом у римлян Мартом, а у иудеев в первый месяц. Теперь же поставление кущей, которое совершается по-нашему в сентябре. Почему же евангелист так поступил? Потому что говорить обо всем по порядку было невозможно. И иначе евангелисты старались говорить о том, из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие. Любовь их к истине достойна удивления. Они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, навлекает на учителя их некоторое бесславие. Так и сей евангелист, опустив многие чудеса и речи Господа, повествует о неверии братьев и о том, что они порицали ему. Откуда же в них такое неверие от произвола и зависти? После распятия и мнимого бесславия свидетельствуют за него, став апостолами, проповедниками и архиереями. Значит, они непререкаемо увидели Его воскрешен. Ибо если бы они не получили твердой уверенности в Его воскресении, они не предали бы себя на смерть ради Его. Вопросы? Час прошел, можно задавать вопросы любым. Пожалуйста. Братья, это Роман Фроликов. Вот сегодня только ехал с людьми на машине, а у них звучит Осипов. И главное, интересно, говорит, что вот, мол, Осипов говорит, значит, что вот Бог, хвала ему, ну, называет причину, почему говорят, что Бог имеет право наказывать людей вечными мучениями. Это, он говорит про это доказательство, как комическое. А доказательство такое, что люди говорят, раз он дает выбор Бог человеку, то он имеет право за этот выбор потом уже и наказывать вечно. И при этом, к сожалению, Алексей Ильич говорит, что это комическое такое объяснение, доказательство права Бога наказывать вечными мучениями. Вот. Ну, и естественно, я привел такое вот, значит, этим людям говорю, что это вот, видите, как он говорит, комическое. Какое же комическое, если действительно только выбором можно доказать любовь свою. То есть, Бог дает выбор человеку, и человек своим выбором доказывает, любит он Бога или не любит. Раз не любит, то он и наказывается вечными мучениями. Если любит, то он уже облагодетельствуется вечными радостями. Вот. Спаси Христос вас. Вот такое вот замечание. Тем более, прозвучали слова в одном стихе, что человек сам выбирает злое дело. Вот, зло выбирает сам. Действительно, так и есть. А вот, к сожалению, Ильич Осипов такого не считает. И еще и учит этому. Вот. Спаси Христос. Вопросы? А вот у меня вопрос. А вот в Евангелии описано, когда было распятие, значит, храм был разломлен, как, ну, завеса храма была надвое вроде как порвалась, а и люди воскресли. А вот что это за люди, и что это за воскресенье было такое? Игна Тихонович, ответьте, пожалуйста. А вопрос-то в чем и заключается? Как воскресли, никто не знает. Бог воскресил, святые вошли в город, показались, а потом, естественно, умерли там через два-три дня. Вернулись и, может, рассказывали, что они там видели, слышали, там, где они находились, как по-еврейски шевол, более ничего неизвестно им. И вопрос не к людям должно ставиться сегодня, Бог умолчал, спрашивать очевидцев, а их нету, поэтому вопрос праздный. Ну, то есть, они воскресли, а потом они умерли, да, как обычно? умерли, умерли, все умерли. Они воскресли, вошли в Святый Град, Святый Град, это Иерусалим, и явились, домашние, так ты же похоронен был, а вот внезапно меня отпустили оттуда, и тело-то твое уже сгнило, нет, оно стало нормальное, вот Бог делает так, показал, так будет будущее время. Приблизимся к страшному суду с большой буквы два слова. Все на этом. Никогда не надо философствовать, не прилагать. Иоанн зато четко выразился, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Его спросили, а где или я пророк, а что он там как питается, он говорит, что взят на небо, написано, а где находится, на каком небе, на первом, на третьем, а может на седьмом, люди думают, седьмое небо упоминается только у мусульман, у христиан нету, третье небо, и далее небо, небес. Все. Больше ничего неизвестно. А остальное, досужие, вымыслы. Вот писал «Житие святых» Дмитрий Ростовский, он был прекрасный писатель, прекрасный фантаст. Там много, что написано. Нам нет основания опровергать, но и не сходится с Библией. Я когда насчитывал 12 томов эти, то ударял колокол один раз, а когда совсем уже никак, я ударял дважды. И даже были моменты, когда три раза бил колокол. Почему? Абсолютно антиевангельское, а оно одобряется. Ну, даже в 15 главе Деяния апостолов говорится, что запрещается, чтобы воздерживались от блуда, удавленной крови. То есть, от гематогена разнопить нельзя христианину. Ну, нет. Ну, в житие святого Афанасия Афонского, у них комиссия пришла на стройку, поднялись по лесам, здание-то высоко было, и оно рухнуло. Ну, не железные были леса. Леса этажами идёт где-то. Ну, и кирпича-то, может быть, не однотонна была, обломилась, и комиссия шести человек погибла. Ну, а он остался живой и стонал там под кирпичами. И когда его разгребли, он ещё сколько-то жил. Его сильно любили, и они что, его одежду кровавую оставили, как у Джона Леннона, и теперь вымачивали её в воде и выкручивали, и эту воду розовую от его крови пили, как лекарство. Ну, куда это годится? Даже ягнящую кровь баранью козлину не разрешается пить, ни куриную никакую, а здесь человеческую. И далее. В одном житии говорится о том, что при счастье в то время давали в руки хлеб, то есть отдельное вино отдельно, и в это время они приходили и на кладбище, клали на могилу. Вообще никуда это. волшебство какое было или... Поэтому я трижды бил. Ну, это написано, может быть, тысячная доля того, что было известно. Откуда он брал? Ни в каких-то духовных лугах, и там много какие были, синоксари разные, вот, чеки делал, все равно виноват был. Но я заострил внимание. Вот один из моментов. А где вы били в колокол? Где этот колокол был? Когда я читал, начитывал жития святых, сейчас я их выставляю, жития святых. Вот много над житиями святых, ну, их надо было из аудио перевести в видео. Тут приходит у нас, я не вижу, Евтушенко Сергей, он очень сильно помог, потому что 365 дней в году, 365 тут работник у меня был, он выставил. Но это крупные жития, а более мелкие он оставил. Этих более мелких где-то примерно 800. Я по одному в день выставляю, то считаю, еще 800 у меня, но теперь уже меньше осталось. Слушаешь, и там видно, как звук раздается, я трижды бью. То есть, я не выкинул ни одного слова, обвинения были, а вы выбросили. Не выбросил. Мало того, в это время вышли книги, второй, первый, второй, третий том, настольная книга священнослужителей, начиная с патриарха Пимена. То есть, там первое объяснение дается, а второй, третий том, жития святых. Кратко, совсем кратко. Я теперь сверил, которые были, жития у Дмитрия Ростовского в 12 томах, за январь, февраль, за все. И теперь надо было найти, а какие новые канонизированные были. И таких я нашел где-то примерно 174. Их тоже включил. Но не, краткие такие были. То есть, самое-самое полное. Можно слушать. Теперь оно у нас есть с нашего сайта. Мы нашлись добрые люди, перенесли, а теперь на своем Ютубе это все выставляю. У меня интересная мысль была. Для меня она интересная, я вам не знаю, как. Написано вот эта цифра 666. Я как-то подумал, а в Библии она где еще встречается? Оказалось, она встречается три раза. А где? В Иоаннгеле от Иоанна. Сейчас проходили сегодня 6 глава, двоеточие, 66 стих. Вот тут они и соблазнились. Это тоже настораживает. Так, и еще 66 псалом, 6 стих. у Исаии и в Псалтире, 66 псалом, 6 стих. Больше нигде не встречается. И при том, если ты знаешь Писание, прямо говорится о наказании и о веселье при победе. Может, я просто для себя взял. Может, в этом что-то и есть. Цифра насторожила. Я решил ее исследовать. И нашел, что когда они разошлись, когда стали спорить о теле Господнем, это все сектанты, они прямо попадают на этот стих. Вопросы? Мир вам, Игнат Тихонович. С миром, Николай. Слушай, Анастасия. Вопрос такой. Вот с какого возраста дети должны исповедаться, прежде чем причащаться? С какого возраста? Должен смотреть священник. Иной до 8 лет еще такой растет, как теленок. А другого у нас батюшка исповедует с 5 лет. Очень развитый такой мальчишка. И просто мыслит по-взрослому. Вот у моей сестры Валентины, вы были в Потеряевке, вот. У нее ребятишки в школе в одной учили, все они в одной школе. Это хорошее отношение учителей. И когда на родительское собрание Валя пришла, они говорят, что у вас за дети такие? такие вопросы задают, что ответить не знаешь как. И при том, я задаю вопрос, они отвечают, она говорит, так мы же верующие. У нас приезжает тут и дядя, и все, и мы, видите, там все слышат. Вот когда бывает какая-то интеллигентная семья, когда родители там писатели, поэты, или композиторы, и показано, что ребенок все это уже имел от самого начала, он слышал, видел, и это самое быстрое это развитие, ну может быть до 10 лет, хотя считается до 4 лет самый-самый момент жаркий, до 5 лет. Ну вот поэтому по-разному. Ну у нас рано ребятишки исповедуются. Это батюшка определяет. Как они там исповедуются? Ну батюшка определяет, спрашивает их. И ребенку надо подсказать, чтобы он знал, что этого делать нельзя. Проходит мимо, другое не заметит. А в чем больше всего дети согрешают? В непочтении к родителям. Это основной грех. Второе, дружба с миром. Это, ну теперь компьютерные игры появились. Даже близко не допускайте. Это хуже, чем наркотики. Я начальник детского лагеря, 45 лет было. Последние года два уже ввел в устав, что дети, которые занимаются играми, компьютерами, в лагерь не принимаются. Они не поддаются исправлению. Они бесноватые. Бесноватые. А как вы узнаете? Ну, что объяснять? Деревня, немного народу, дверь открыта, дверь открыта, и форточки открыты, форточку, ласточки залетают, прям в храме у нас гнезда на иконе там. Вот. Я с детским лагерем. Только богослужение начинается, раз, бац, упал ребенок. Лицо белое, как простырь. Он не придуряется, но он мог бы упасть. Головой прямо пол стукнулся. За руки, за ноги вытащили, положили там на скамейку, на улице. Заходят, что она, не только вытащили, заходят, сапфира упала. Ее точно так вытащили. Заходят, третий падает ребенок. Это было удивительно. Выносят, а первый уже сидит, моргает, глазами хлопают. Лицо нормальное, розовое. Когда вернулись, я стал расспрашивать. И оказалось, они заядлые игроки в интернетных играх. Все. Один большой, там, Руслан, он крещеный Андреем был. Ну, я не знаю, большой, лет 12, наверное, было-то. У него весь мир сузился до монитора. И вот качели, там, тарзанка называется, поднимаешься на стол, ну, метр высоты, допустим, а там высокая такая веревка висит, и на ней палка поперек. Ну, между ног ее вставляют, как на перекладину. Садятся, и оттуда со стола летят, потом обратно возвращаются. И он стоит, смотрит, а качается, просит. Он просит, дай мне покачаться. Она отпустила, палка летит, он стоит. Палка долетела, полбу его, а палка-то толщиной в руку человеческую-то. Он кубыркнулся, заорал, он не понял, как она вылетела. Он видит, она как в рамках монитора, вот где мы смотрим. И он сидит и ревет. Он не понимает, как она вылетела у него из монитора-то. Ну, что, нормально? Так вот, у нас он был, сколько-то время прошло, уже недели две, наверное, ба-ба, звонит, ба-ба, я научился, второе есть. Понятие, достижение. А, 12 лет. А в 14 лет Аркадий Гайдар вводил полки в атаку. Полк. Это минимум 2000 человек. Вот какое разбитие было. Ну, конечно, убивать ума много не надо, но однако. Спасибо, Христос. Слава Христу. Вопрос у Игнатова Сергея разрешите? Давай, давай, Егорович. Я сегодня был на богослужении, ну, у нас была после службы как бы пассия, а оказывается, это вечернее богослужение. А вообще, по церковному уставу совмещается литургия и сразу же вечернее богослужение. При этом у нас читаются молитвы, коленопреклонны на вечернем богослужении. Ее получилось такое вот несоответствие. День, а люди падают на колени, потому что идет вечернее богослужение. Это когда было? Вчера, сегодня? Сегодня, да. Но у нас всегда... Сегодня вечернее богослужение, а как так рано у вас? А у нас священник закрывает алтарь и потом начинается сразу вечернее богослужение, пассия. Это он делал для того, чтобы люди потом вечером не приходили на богослужение, а сразу утреннее и вечернее. И причем это много лет у нас происходит, и вопросов не возникает. Ну, вообще-то тут первые часы все присоединено. Вот когда мы считаем вечером, моление закончилось, уже все, шапки в руках и дальше там первый час придите поклонимся. Не придите, уже разойдитесь, надо говорить. Кого придите? Это мы уже отстояли. А почему? Это отдельно было богослужение. Это не моя сфера, я никогда туда не вхожу. Почему? Это священники занимаются. Что они там присоединили? Какие катаваси? Я молюсь и все. У меня вопрос никогда не возникает. Поэтому я не лезу в алтарь, хотя чтец имею право заходить. Не захожу. В крайнем-крайнем случае только захожу. Вот митрополит был, и мне сказали, чтобы я зашел в алтарь, он хочет сказать что-то. Я зашел, он попросил сказать проповедь при нем. Местный, сегодняшний митрополит у нас тут. Московская патриархата. Вот. Поэтому туда не лезу никогда, и мне легко. Это не моя сфера. Зачем я буду лезть? А вот соединили вместе, все равно ничего не понимают. Из-за непонятного я бы спорил. Но если я вижу непорядок где-то, а я старост, а должен смотреть за порядком, я поману человека, выведу и скажу, почему плохо крестишься. Или что-то еще. Вот. А это нет. Ну, раз он так решил, так, значит, и будет. Не замечай этого. Молись. Молитва твоя дойдет до Бога. А я и не замечал, пока он сегодня сам не сказал, замечание делая, кто там крутился в храме, что идет вечернее богослужение, а вы крутитесь. Так я и понял, что идет вечернее богослужение. А так я и не понимал, думал, пасть это что-то такое, вроде как, ну, приложение к литургии. Никогда не касался вопроса, который касается священников. Я молюсь, как могу. Иногда не расслышу, что говорят, но у меня молитва всегда идет в храме. И о священниках, и о родных, и близких, болящих. Вот стою, вот вчера, у меня утром поминаю, обязательно Рахиль. А теперь еще она подставила дочь, там что-то не ходит на занятия. Руфь. Ну, у нас столько всего. Я вспоминаю, только святых примерно 77 человек. Примерно только. И поэтому молитва, сам был у нас молился, она легкая идет, приятная, и на душе легко. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Вопрос. Спасибо, Христос. Батя Тихонович. Ну, давай, голубушка. Тебя мы помним всегда. Вот сказать, вот, Рахиль, представь себе, другой национальности человек была у свидетелей сторожевой башни. Встретились мы в интернете, приняла крещение с полным погружением себя, дочь, внуков. И сильно беспокоилась, что я могу, говорит, умереть, или вы умрете, и мы не встретимся. И все бросила, залма-ата, среди зимы к нам приехала. Это вообще. И мы тут все храмы прошли, и у архиерея были, у митрополита Сергия. Столько радости она принесла нам. Ну, и сама радостная уехала. Вот видите как. И вот Сергей, вот сейчас вот перед ней говорил, Игнатов, с Украины. У вас Черников-то недалеко от вас. Там одна ходит, вот уже, кажется, она здесь, Марина, дочь у нее Полина. Здесь она нет? Да, здесь. Вот она здесь. Вот она, видите? Вот теперь познакомьтесь поближе вот с этим Сергеем, Игнатовым, Сергеем Егоровичем. И он собирается опять приехать. В какое время, это уже я не знаю, ну, нам нужна помощь. Действительно, если пораньше. Примерно нужно на июнь, на начало июня, потому что там два домика, надо еще там сени построить и все. То есть лагеря как такового нет. Мы купили дома, и теперь в домах у нас намного теперь лучше. И холодильники, и там плиты разные, ну, все теперь. Ну, дом. Дом, а то просто шалаши были, и там мазанки такие. И вот поближе, Марина, соединись, узнай, и можете тогда приехать, он расскажет. И вот, она была, Ривка, сейчас Анастасия-то, и ее захватите, мы вас ждем. Вопрос, мы услышали вас. Хорошо. Давайте. С Мариной поближе познакомься. Тем более, ты... Задавайте вопрос. Давайте. Сергей, я это, Пупкова обращаюсь. Сергей Павлович, во вторник, ты мог бы полдевятому сюда приехать, ко мне? Меня свозить, это СИЗО местное для иностранцев. Мы сегодня пошли, а там выходные. Мы тут все приготовили, чтобы этому арестованному... Приеду, приеду. Вопросы задавайте. Полдевятого. Вопрос можно? С 9 до 11 только прием. Во вторник, запомни это, во вторник, полдевятого, чтобы у меня был, за полчаса доехать. Позвоните, 8. Это прям недалеко, прямо около, где молитвенную... Задавайте вопрос. Давайте. Да, да. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Вопрос. Священник, когда причащает человека, не спрашивает и не называет его имени. Нужно назвать или промолчать? Обязательно назвать. Обязательно. А, то есть, если он не спрашивает назвать имя, да? Ну, подошел и сказал. Мой родной брат, он меня еще не знает, даже я подхожу, все равно скажу, Игнатию, другого разного. Что тут? Принято так. А, хорошо. Лишний раз нам напомнить, кто мы такие, разве это плохо, тем более, такой торжественный момент. И когда разрешительная молитва дает подготовку уже к исповеди идет и говорит, назовите свои имена. Называем. Нам приятно. Обычно спрашивает священник или знает, если человек говорит, называет имя, а тут не спрашивает, не спросил, и такое замешательство. Никакого. Ты просто подойди и скажи. Вот, подошла. Назвать имя своё. Ну и скажи, что Елена, и все, он тебе еще ложкой полбуздухнет. Да нет. Спаси, Христос. Слава Христу. Иоанн Кронштадтский полбубил ложкой. Когда люди рот не разжимали. И они разжимали тогда. Вот, Сергей показывает. Давайте. Знаете, тихо. А вот сейчас, у меня вопрос такой, смотрел сейчас ролик, старый, не знаю, какого года, но там в ролике у вас зуб заболел. Зуб заболел, там барабаш, в этом ролике, и вы напили, напили, ну, он вам напильником. У меня аж в этом месте зуб заболел, я не мог смотреть. Но я специально показал, что можно обходиться, в данном случае, подсодными средствами. Он зуб скололся, и язык режет, он острый там. И он его заточил, никакой беды нету. А дальше тоже было. Врач уже попал. Да, мне говорят, вы что делаете, заразу заносите. Какую заразу? Он принес святой воды, мы помыли напильник, а напильник такой, как рашпель, тяжелый. Да, но потом пошли к врачу, к стоматологу сходили. А потом, несколько дней прошло, надо было к врачу, меня отвезли туда, хотя бы она, жена племянника моего, хороший врач. Хороший. Слава Богу. А то я смотрю, у меня аж самого, смотрю, как он в напильник начался, ну, думаю, что там сейчас будет-то. И все, у меня аж самого чуть-чуть вот это. Так уже считали, я помру от заражения, там, вначале говорит, да как так, ничего не будет. Святая вода. Без спирта обошлись. Я говорю, мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику прошли, и Скандинавию, и пили воду сырую, каждый день, везде брали сырую, и ни один не заболел, потому что мы всегда утром кусочек просфора и святая вода. Иногда вода была такая, как кофе. Кричали, не пейте только, там люди за нами ходили, не допускали нас набрать. А мы брали. Она просто отстаивается, напали там глину где-то. Ничего нам не было. Вот такая вера. Вера побеждает. Вот в Ватикан, в Ватикан не пустили, да? Или пустили, но с папой римских... мы книги подарили, папу Франциску, Венедикту подарили. Мы там много обошли. Ну, а его там не было. Да кто мы такие, чтобы нас запускать? Ну, мы подарок сделали им. В Барселоне были вы, я видел. Да, да, да. Там две женщины в библиотеку находили. Так, вопросы, извините. Вопросы. А, нет, у меня все, вот именно по зубу было. Ну, хорошо, не мешайте тогда, слушайте, отключитесь. Давайте. Игнатий Дихонович, а вот я бы хотел спросить у вас, вот вы говорите там, что вот почитать родителей своих, да, вот надо, да, это же заповедь, да, как бы. А вот такой момент, вот если просто, вот я вот маленько, чуть-чуть о себе, у меня такая, как бы, ситуация, вот я вот мать свою, как бы, моя родная мать, вот сколько я помню, вот в детстве, когда я был, я ее, может, я ее любил бы, конечно, когда-то, но я ее больше боялся, потому что она просто нас сбила, вот как бы, всегда, и вот как бы, и всю вот жизнь, как бы, вот эту последующую, и как бы она относилась, так, как бы, к нам это, ну, не нужны, вот так я буду слово говорить, ну, у меня сестра... Александр, который сейчас разговаривал, вы отключите видео, так, говорите дальше. и вот, и вот, и сейчас, вот, как бы, как я считаю себя, ну, как, стараюсь быть христианином, так скажем, учеником Христа, как бы, вот верю в Бога, и вот эту заповедь, ну, и как бы, и Бог говорил, что любите врагов ваших, но, мне раньше, я раньше вообще не мог просто спокойно с ней разговаривать, ну, трудно было мне, и я, как бы, ну, я молился Богу, вот там, и сейчас, как бы, я спокойно, говорю, ну, и все равно, у меня бывают моменты, только, что, ну, я прямо Богу говорю, ну, вот, зачем мне, как бы, ехать к ней, я просто, ты же видишь, сердце мое, я не люблю ее, просто, ну, я не могу ее, вот, как мне вообще, просто свое мнение, можете сказать? Я не вижу, кто говорит-то это. Да это ко мне пришел человек, вот, второй раз. от тебя. Ну, ну, что с собой, надо работать. Когда говорили, Сергей, тогда заходил один, с середины ушел-то, это другие люди, я об этом и не говорил, я о том говорил, какой-то, как кореец заходил. Ну, что, молиться надо, просить расположение, все оставить, помни, что ты смертный, самое лучшее лекарство, помни, что мы умрем, и там этого ничего не надо будет, наши отношения должны быть налажены, иначе, горько-горько придется, что не так, прости, Господи, а мне это на пользу. Вот, не крадили, как некрадили, такая северная тут женщина выступала, и даже на соискании Нобелевской премии говорили, вот, она говорила, меня мать не любила, другие-то за руку брала, на севере, а я за ней тянусь, а мне пять лет, я падаю, там, колени обдираю, она никогда меня за руку не возьмет, то есть, почему-то мать была не расположена, а теперь, когда я вырос, я поняла, как это помогло мне закалиться, какую твердость, я с детства привыкла к этому, не хныкать, вот как, так что это все на пользу может быть, об этом надо молиться, все, спаси Христос, слава Иисусу, спаси Христос, Игнатий Тихонович, а вот еще вопрос, а вот, например, праздник Курбан-Байрам, например, угощает мусульманин, если христианина, но вот эти баранины, которые режут они на праздник, это считается идоложертвенное, ее нельзя? Мы воздержимся от этого слова, вам-то делать нечего, и не надо судить будет. У меня определенное правило, регламент во рту, я не повторяю слово Аллах, Мухаммад, Коран, три слова, которые я не повторяю, почему? Господь сказал, идите проповедуйте Евангелие, но не сказал опровергайте и другие религии, книги, другие религии там собирали книги, настолько-то собрали и сожгли, а что это, под каким видом Бог разберется, меня там нету, и с меня не спросятся, а давать характеристики еще ради, я знаю, верующий в Сына Божия, в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, неверующий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем, Евангелие Теяна 3,36, Деяния Апостолов 4,12, прямо говорит, и нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, в другом месте, кто не имеет сына, не имеет и отца, если отцом они называют своего Бога так, то они не имеют ее, не уверовав во Христа, это я им щеткой всегда, и всюду говорил, как так, вот вы видели тут запись, мы в доме мулы ночевали, какая прекрасная там женщина, Самира, какие они грамотные, приветливые, я всегда ставлю в пример отношения к женщинам, к девушкам, они сохраняют 100% девственности до замужества, а тут сегодня уже в восьмом классе трудно найти, нам ни в какое сравнение не годится, даже рядом стоять с ними, вот они у ручья где-то тут картинку, они выставили, девушки там, ну сколько человек, может 15, одинаково все одеты, течет в горный ручей, и они все в платках, ну красота, просто красота, а тут все, коллектив какой-то, или ассоциация женщин, американские, написали мусульманским женщинам, как мы вам завидуем, что с нами сделали, что говорит, что, ну а как, что сделали, ну да видите как, все везде, раздевают только и все, а вас как охраняют они, вот видишь, этот пример, я всегда это говорю, вот и все, не ходите, не ешьте, не берите, а тут у кришнаитов, у меня знакомый один, кришнаиты там, его пригласили, и дали яблоко ему, обкуренное яблоко, оно упало, и он еще стал доставать, там под сиденьями ползал, и может быть, эта отрыжка идет по сегодняшний день, а каноны прямо говорят, вот, чтобы не входить в их праздники, там не возжигать свечи, там про евреев говорится, и весь сказ, президент, какой бы он ни был хороший, он должен стоять за дверями отлученный, потому что, христианин, какой там президент, в какой стране, не имеет значения никакого, и зажигая свечи там у них, минору, он за это должен быть, за дверями стоять, не причащаться нельзя, правило, да как он должен всех любить, ну и никто не запрещает, люби, но каноны-то эти, твои любови у него уничтожаются, уничтожаются, надо быть серьезным, и прямо говорить так, а вот он бы к вам приехал, ваш президент, вместо, я бы ему это сказал, сказал, и наш, это не то, что наш дресс-код какой-то, поведение, нельзя, я видел снимки, вы возжигаете, ну, у евреев там были в синагоге, возжигал миноры, семисвечник, вы за это уже отлучены от церкви, канон, я ему покажу, и все, а батюшка, ну, это его дело, батюшки, но я должен был бы сказать, слушаю, все, то ли все разошлись, или что, нет, мы слушаем все, Виталий Фикторович, да хочу слушать, когда молчите-то, вы задавайте коротко вопрос, Игнатий Тихонович, ну, вот сейчас вы про минору сказали, а у нас же тоже миноры стоят в лотарях, в семисвечнике, ну, и что, что называется это минор, никак, это наши, это наши, это наши семисвечники, а у нас богослужения, там многое взято из того, что там было в Ветхом Завете, и завеса также в храме, но только имеет уже другое значение, понятное, спаси Христос, да, слава Христу, ну, а там назначение-то другое, и символы другие, и изображения другие, там у них за завесу один раз в году первосвященник заходил, не без жертвы, а у нас на каждом богослужении могут быть, и там диакон заходить, даже я вот чтец, и мне разрешено там быть, но я боюсь и не захожу, есть еще у Игнатова вопрос такой, производный от первого, ну, по решению Вселенского собора, в воскресные дни, мы знаем, коленопреклонение прекращается до вечера, а что прихожанину делать, когда священник тут же проводит после литургии, это вечернее богослужение, нужно ли становиться на колени, у меня в памяти решение собора, я их выполняю, правильно ли я поступаю? Ну, начало-то вечера, вот у евреев шести часов вечера, во сколько у нас, ну, может быть, он решил именно так, надо подсказать, тогда считать, что вечера нет никакого, вечер на свое время придет, ну, какой-то, не то, что компромисс искать, но из-за этого я бы не стал, я бы просто поясной поклон, у меня это легко, у меня позвоночник больной, операцию делали, у меня три грыжи, всю жизнь на стройке провел, но я не кланяю, три поклона сделаю, помилуй меня Божие, потом второе, благодарите Я Христе Божий наш, и третье, слава тебе Божий наш, по три поклона на каждом этаже делаю, как Андрея Критского считали, вот и все, а я больше не могу кланяться, я и не кланяюсь, у меня как-то все так получается, как будто специально, у меня все такое, ко мне претензий никто не имеет, я не могу кланяться, у меня позвоночник сползает, и меня тогда поднимать надо. Ясно, но я поясные поклоны и делал. Поясные делай, все, никто тебя не заставит больше, ну и смуту не наводи, так, понимаешь, сказал один раз, да и будь спокоен, святые не случайно это установили, да. Спасибо Христосу, Игнатий Тихонович. Слава Иисусу. Надо быть мирным, и из храма уходить еще более примиренным. Я говорю, я никогда, нигде в алтарь не заглядываю, хотя полный курс семинария прошел. Я не касаюсь этого, священник знает, я молюсь и благодарю Бога. Семикратно. Мир вам. Да, с миром. Братья, это Роман Фроликов. У меня тоже такой случай на памяти. Священник в одном из храмов не поклонился, земной поклон не сделал, в то время, когда тоже было воскресенье, на утреннем, причем, богослужении, после, ну, как бы сразу после утреннего богослужения, епископ, даже митрополит, посетил этот храм, и он в это время поклонился, а он увидел, что священник не поклонился этого храма. И потом я узнал, что, значит, и митрополит, ну, как, вроде эпитемии, назначил там быстро сделать ремонт в храме. Да ладно, Роман, сейчас вопросы задают. Не надо на это смотреть. Поклонился, не поклонился, разберутся без нас. Мы знаем правила, канона должно соблюдаться. Все. Ну, и кто-то кланяется, я придираться не буду. Мне не дает смотреть. Я должен молиться, вникнуть в свою душу. И он выговорил еще митрополит. Ну, ладно, я понял. Я бы этого не заметил даже. Я просто раз отвечаю, поэтому я говорю. У меня принцип такой, никогда нигде не вмешиваться. Но если что-то серьезное нарушается, тогда и меч измножен. Но явно неправильно крестят. Тут я обязан просто. Крещения-то нету. А вот может слюной, я говорю, ты еще мочой крести. Что ты выдумаешь, песочники? Троекратное полное погружение должно быть. И весь сказ. А второго крещения? Да не было крещения, обман был. Какое крещение-то? Побрызгал водой и считает крещение. А католичие здесь совершенно. Слушаю вопросы. Игнат Тихонович, А он видит, а он видит, как эпиопы, черные, то есть демоны, снуют в храме, и этим людям, кто причащается, уголь в рот толкают. А то, что священник подает, ангельской рукой относится в алтарь. Вот почему священники молчат. Прочитайте это. Макарий Александрийский. Он услышал и Ани, и Амври. Апостол Павел упоминает их. Два колдуна были, волхва. И он решил узнать, где они были. И пошел по пустыне. А идти далеко было. Где-то они там, оазис был. Теперь засохло. Ну и взял с собой тысячинок, чтобы назад-то вернуться-то. Иначе где поворот-то? Может, покрасил их красными флажками. Но дорога-то прилег отдохнуть. Встал, все тысячинки, которые ставил-то целый день, они прямо возле головы лежат. И он понял, что сатана все собрал, чтобы я не надеялся на тычинки. И пошел. И стал подходить. И вылетели 70 демонов. И заорали, не подходи. И он говорит, да отстаньте вы, я посмотрю и уйду. Запросто говорит. И вот бадья, колодец там, на журавле там, как поднимают воду. Все это трухлявое. Деревья стоят. И как вот порховки такие, это плоды гуттаперчевые. Ну посмотрел все. И вот видишь, хватали, хватали, там врали, ничего нигде нету. Вот когда смотришь, «Принц Египта», такой фильм есть, «Принц Египта», мульти, но мульти не так, как раньше было, а прям настоящие, как будто это люди ездят. И там как эти волхвы учили, передавали знания. Это к слову так сказать. Не надо смотреть ни на что. Я пришел к Богу, и все. Я забыл, начинаю жить заново. Мы должны обновленными выйти из храма, воодушевленными, радостными. А Антонио Великий, вы молитесь? А вот Антонио объяснил, так, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, они рядом. Макарий Александрийский пришел в один монастырь, он спрашивает, он просто сказал, «Я тоже монах». Ну, его поставили там, веревки вить-то, из пальмовых листьев-то. Он плетет, говорит, «Обед». А он не идет. Проходит день, он не как... Стоит, работает, как машина. Ну, и третий день, четвертый, а у них никто так не постился. И он не ходит, ему ни на двор не надо, никуда, стоя подремлет, и опять за работу. Эти монахи-то смотрели, между собой переговаривали стали, «Да что это? Что за человек? Или ангелы?» Пришли к настоятелю и говорит, «Ава, прогони его! Он опозорил нас всех! Они же тщеславные! Вот, прогони его! Говно, прогони! Нет бы подражать, так прогони его! Вот, такое у него было. Благодарю. Глава, дитя Ихана Витя. Да. По поводу слов, чтобы мы из храма выходили одушевленными. Ну, таким я выходил, честно скажу, когда был в Потеряевке. А вот из наших храмов мы выходим очень уставшими, ноги болят, и думаем, когда же, скорее, эта служба закончится, особенно, когда она идет у нас спаренная, свечельная одновременно. Вот, а что касается воодушевления, то мы его получаем на этих занятиях. Спаси Христос. Ну, вот так, ну так, значит, все равно на занятиях, на собраниях. Молите, что не так, углубляйся всегда. За такие дела никогда нигде не подходи к священнику. Молись из-за него. Мы должны выйти мирными. Когда нарушаются правила, каноны, тут нельзя молчать, мы ответственны перед Богом. Молчанием Бог предается, как Григорий Щедотворец говорил. А то это такое дело священническое. Даже никакого внимания не обращаю. Я встаю и молюсь. И не смотрю туда, глаза опущу книзу, да и молюсь. Мне ли говорить, когда тернием, говорится, образцы со всех сторон. Спаси Христос. Слава Христу. Ну, наверное, все. Уже 45 минут. Нам полчаса было дано. Ну, давайте молиться. Где наш Сергей Павлович-то? Путая. Давайте помолимся. Достойно есть окала истину, блажитеся, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашелет, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерофим, без истинения Бога слова рочую, сущую Богородицу тяги мечае. На, тихонечку, молитесь. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, слава Тебе за чудный и дивный день воскресный, за эту возможность слышать Слово Твое в истолковании святых отцов. Помоги нам все слышанное исполнить. Умудри нас во спасение. Найди наших родных и близких, не познавших Тебя. Прострит Твою исцеляющую руку для болящих Сергея, Анастасия. Укрепи их. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом. Аминь. 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 Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь.